Привет! И это очередное разговорное видео, и в нём мы обсудим, почему не нужно бояться критики. На фоне в этот момент будет спид-арт одной из моих обработок. Не будем тянуть, поехали! Мне кажется, любой человек, который так или иначе занимался какой-то творческой деятельностью, сталкивался с тем, что его работу критикуют. А что вы чувствовали в такой момент? Обиду? Злость? Какую-то благодарность? Или вам было всё равно? Ответ, мне кажется, зависит от того, какой была эта критика. Вообще, когда выкладываешь какую-то свою работу в сеть, обычно ты хочешь получить фидбэк. И, конечно, хочется, чтобы фидбэк был положительным. Потому что именно это зачастую мотивирует людей продолжать делать что-то подобное. Да даже на своём опыте хочу сказать, что когда выкладываю арт, который только что сделала, и вижу очень много положительных комментариев, которые вы пишете, настроение сразу поднимается, и появляется желание поскорее засесть за ещё один арт. Но ведь комментарии бывают не всегда положительными. Да и чем больше ваша аудитория, тем чаще у вас начинают появляться комментарии, которые вас как-то критикуют. Сразу хочу сказать, что я понимаю, что люди обычно хотят выразить своё мнение. Да и, как я говорила, самому автору обычно хочется получать фидбэк. Но согласитесь, что мнение можно высказывать по-разному. Давайте сразу обозначим, что критика бывает разной. Думаю, её спокойно можно разделить на два вида. Неадекватная и адекватная. Неадекватная критика — это оскорбление. Перспектива кривая, у тебя что, косоглазие от цвета отстой? Да вообще ни фотошоп больше мне не нравится. Ну и так далее. Так вот, мне кажется, я не удивлю никого, если скажу, что именно эта критика вообще ничего не стоит. Если вообще это можно назвать критикой. Пустые оскорбления и тычки в косяки ничего не дают. А если человек не способен конструктивно и без оскорблений объяснить, почему ему не нравится ваша работа, то я не уверена, что к нему нужно прислушиваться. Мне кажется, что если кто-то комментирует вашу работу, только оскорбляя её или вас, это лишь показывает, что человек, который это делает, пытается как-то самовыразиться за счёт вас и показать, что вот он молодец, заметил какой-то косяк, а вы нет. Я просто уверена, что такой критики в нормальном комьюнити быть не должно. И если вы встречаетесь с таким, просто игнорируйте это. Не стоит портить себе настроение из-за людей, которые могут лишь оскорблять. Думаю, многим новичкам отбило желание заниматься творчеством именно такая агрессивная среда. Но ведь понятно, что когда вы только учитесь, ваши работы сначала будут не очень хорошими, и в них будет много ошибок, которые со временем, благодаря практике, вы научитесь исправлять. Однако, существует адекватная критика. Я считаю, что она полезнее всяких гайдов и уроков, потому что адекватная критика не только тыкает вас в косяки, но и объясняет, почему так. Даже одно предложение, сформулированное по-разному, будет иметь совсем другое влияние. Например, кто-то напишет «Цвета отстой», а кто-то напишет «Мне кажется, что следовало бы подобрать другое сочетание цветов», потому что это лучше бы подходило к стилистике работы. Например, можно взять желтый и зеленый. Именно такие комментарии цены, потому что они помогают вам взглянуть на работу по-новому и понять, почему кто-то считает, что ваша работа не так хороша. Критикуешь – предлагай. Вот что здесь самое главное. Конструктивная и обоснованная критика действительно очень полезна. И я понимаю, что особенно новичкам хочется получать фидбэки об их работах. У меня что в директе, что в ВК вся личка просто забита вопросами насчет критики. Очень много людей просят оценить их арт или показать, что исправить. И я правда стараюсь отвечать по мере возможности. Знаете, как обидно тратить минут 20 на то, чтобы расписать ошибки человека и рассказать, как их исправить, а в ответ получать просто смайлик, просто скобочку. Наверное, это очень сильно периодически подбивает мое желание отвечать кому-либо насчет критики. Просто поймите, что адекватная критика с объяснениями ошибок занимает просто нереально много времени. Даже на стримах я обычно успеваю посмотреть не больше 50 работ. Так что не держите на меня зла, если я отвечаю очень долго. Я правда стараюсь делать это, как только у меня появляется время. Вообще, для людей, которые хотят получить какую-то критику своих работ, я создала альбом в группе ВК. Правила там очень простые. Вы можете загрузить любой свой арт на критику, но при этом вы должны зайти в альбом и оставить там отзывы о нескольких других работах. Думаю, что такая схема поможет создать некий круговорот критики и помочь вам получать какой-то фидебэк. Ссылка на группу ВК, кстати, в описании. В то же время меня до сих пор сильно удивляет бунтующий чат, который в конце каждого стрима просит посмотреть оставшиеся работы и сказать, нравится мне или нет, и быстро оценить по какой-нибудь шкале. Вам серьезно хочется получать отзыв в два слова? Мне кажется, это неправильно. Эти два слова абсолютно бесполезны, а вот нормальное объяснение того, что не так, является самым ценным. Я надеюсь, что мои слова окончательно убедят вас в том, что адекватная критика полезна, ее не нужно бояться и ее нужно искать. Из нее вы можете получить какую-то информацию, которую потом можете использовать для улучшения ваших работ. Как я уже говорила, такое правда помогает взглянуть на работу под новым углом и понять, как можно исправлять свои ошибки. Однако, стоит учитывать, что критика все-таки должна быть уместной. Не стоит сейчас бежать в Инстаграм или ВК и критиковать каждую работу, которую вы видите, желая помочь автору. Так вы вряд ли ему поможете, и такие комментарии без какого-либо спроса на них все-таки могут сильно задеть человека. Не стоит лезть с подробной критикой, а тем более с какими-то придирками и язвительными комментариями, если автор не просит такого. Просто прежде чем критиковать, задумайтесь, а просит ли вас об этом. У меня вот часто бывает, что я выкладываю какой-то арт в Инстаграм, где в принципе не зазумить нормальное изображение, а кто-то начинает строчить мне в личку, кидая скрины, которые сильно увеличены в размере, и говоря, что у меня вот тут черточка криво легла или за край выходит. Подводя мини-итог, хочу еще раз сказать, что, по моему мнению, критика бывает двух видов. Неадекватную критику нужно игнорировать, адекватную критику нужно ценить, но главное, что нужно понимать, что если вы хотите критиковать автора, ваша критика должна быть уместной. Давайте будем честны, мало кто пишет развернутую критику в комментарии в Инстаграме. Обычно комментарии с критикой — это или замечания к каким-то глобальным косякам, или мелкие придирки со вкусовщиной. Конечно, вы вправе всегда высказывать свое мнение, но если ваше мнение придирки к деталям, лучше сначала задуматься, просит ли автор этой критики в данный момент. А теперь хотелось бы поговорить про еще один интересный момент. Я очень часто сталкиваюсь с этим, когда провожу еженедельный батл. Сначала объясню, что это за батл, а то многие могут быть не в курсе. Во второй своей группе, ссылка на которую тоже будет в описании, я уже больше месяца каждую неделю провожу еженедельный батл. В понедельник объявляется тема, и начинается прием работ до четверга. В пятницу я с несколькими ребятами отбираю работы, которые нас чем-то зацепили, и мы делаем голосование, которое определяет победителя. Участников довольно много, поэтому многие арты не попадают в голосование. И вот, каждую неделю одно и то же. После публикации голосований, моя личка просто завалена однотипными сообщениями. Почему моей работы нет в голосовании, а на что хуже этого? Неужели я сделала так плохо, что не прошел? Вообще, самое противное в этой ситуации, что кто-то начинает тыкать в чужие работы и говорить, что они намного хуже его арта, поэтому не должны были пройти. Да. Во-первых, нужно уважать других креаторов. Вы любите делать арты? Он любит делать арты. Вы тратите время на арты? Он тоже тратит время на арты. Да, вам скорее всего обидно, что вы не попали в какое-то голосование, а вместо вас попали другие работы. Но почему первым делом вы пытаетесь найти проблему в других людях, а не в себе? Почему первым делом вы пишете мне, что я неправильно выбрала арты в голосование? Или почему вы начинаете так оскорбляться, что начинаете оскорблять других? Так вот, самоуважение и самокритика. Вот первого зачастую не хватает многим, особенно начинающим креаторам. А у палки самокритика есть два конца. Либо вы везде пишете, что ваши арты ужасны, и вы понимаете, насколько они плохи, что, возможно, заранее психологически готовят вас к жесткой критике, ну или вы надеетесь получить комментарии по типу «Да нет, все не так плохо, ты молодец!» Либо начинаете считать, что ваши арты идеальны, и вы вообще бог, и никто с вами сравниться не может, и вообще все делают хуже вас, и почему кто-то посмел не поставить вам лайк, и отобрать в голосование, и не сказать, какой вы суперкрутой. И да, я думаю, что обе эти ситуации плохи. Мне кажется, раньше я точно относилась к тому типу людей, которые везде пишут, что их арты не очень. Да и вообще косяков много, поэтому лучше никуда не выкладывать, а то стрёмно. Но со временем я поняла, что нужно действительно иметь какое-то самоуважение. Да, у всех есть ошибки, и это нормально. У меня они есть, у новичков они есть, они есть даже у мегапрофессионалов. Мне кажется, что в любой работе всегда можно найти то, к чему можно придраться. Поэтому в первую очередь вы должны уважать свой труд и труд других людей. Никогда не стоит думать, что вы делаете ужасно. Если вы тратите время на творчество и прикладываете кучу усилий, чтобы развиваться, то в будущем ваш скилл и ваш уровень будет только расти. Также не стоит думать, что ваши работы идеальны. А тем более сравнивать себя с кем-то, говоря, что их работа хуже, чем ваши. Повторюсь, ошибки, даже маленькие, есть абсолютно у всех. А поднимать свой ЧСВ за счет сравнения с другими артами как-то противно. Не находите? Поэтому точно не стоит оскорбляться, если кто-то не добавил ваш арт в голосование. Это должно лишь помогать делать какие-то выводы и мотивировать работать еще усерднее. А как вы реагируете на критику? Считаете ли вы, что оно должно быть уместно? Должна ли она быть развернутой? Или это просто должны быть положительные комментарии? Может быть, у вас есть какие-то интересные истории на эту тему? Мне кажется, будет интересно почитать такой фидбэк в комментариях. Так что буду ждать. Так вот, хочу сказать, что принципы взаимодействия везде практически одинаковые. Если вы хотите критиковать, то делайте это обоснованно. Если вы просите критики, то адекватно реагируйте на нее. Если вы участвуете в конкурсе, то поймите, что поражение это не приговор, а только новая мотивация. Ну а на оскорбления и неадекватов лучше просто не обращать внимания. Как минимум, это сбережет вам нервы. Как максимум, в дальнейшем сведет подобные сообщения к минимуму. Ну и главное, не переставайте заниматься своим любимым делом. Удачи вам в творчестве и до встречи в следующем видео. Пока!